Так, сейчас камера успокоится, устаканится. Я хочу сегодня вам показать ролик специально для тех людей, которые думают, что вот такими проводами можно соединить инвертор. Это 0,75, то есть вот у нас аккумулятор, где на инверторе подключается. Мы подключаем 0,75. Этот ролик я специально демонстрирую тем людям, кто первым сталкивается с системой и говорит, что там у меня инвертор не работает, либо что-то провода греется, либо выключается он. На столе, если обратить внимание, сотка, шестидесятка, шестидесятка и галогеновая 155. Камера висит, но вот он, удлинитель. Не врать незачем, просто демонстрация. Я сказал, я не буду никому доказывать, что я что-то подключаю как-то не так. Мне нафиг это не надо, я вам просто показываю. Вот он инвертор. Как помните с предыдущих обзоров, это всего лишь 300 Вт. Просто извините, ребята, но, блин, лампочек я смог насобирать, вот этих вот обычных накаливаний, только на 370 Вт. Извините, только 370 Вт. Мне, блин, по дому они остались из пережитка прошлого, так скажем. Тестироваться будет не на вот этом. Это для второго теста видеообзора. А вот на таком вот 60 А аккумуляторе. Так, не упадите. Я вам все прощу. Так, сейчас покажу вам, какой заряд. Первый тест. Я просто продемонстрирую, какие провода и какие нужны. Так. Напряжение 12 и 17. Это нормальный заряд. Это прям выдернуто из системы. То есть, если смотрите мои прошлые обзоры, вы видели, что в данный момент я тестирую систему свою на нагрузке 500 Вт. Бля-бля-бля и то-то, и то-то. Суть не в этом. Я вот достал оттуда прямо из системы заряженный аккумулятор. И теперь хочу вам продемонстрировать, что из этого получится. Ой, главное не перепутать. Синий 0,75, коричневый 0,75. Подключаем к аккумулятору. Вот он у нас под эскрил. Так, как нет, руку вбок. Тут есть такая чепырлочка, кнопушка. Но с этой стороны есть индикатор. Как видим, загорелся и сразу отключился. То есть, замечаем еще раз промежуток. Напоминаю, мощность 370 Вт, что выше, чем заявлено производителя. Сразу выключается. Провода немножко нагрелись. Немножко. Если использовать еще меньше, соответственно, еще меньше будет вот это вот включение. А еще тоньше, если использовать вообще волоски, у вас, соответственно, он сразу будет пищать. Чтобы вам нормально, и так во множественном числе, чтобы у вас проблем с этим не было, со всем подключением, там провода грелись, мой живот мне помогает, вам вообще вот такие провода, в системе даже, которая 100 Вт у вас выдает, не вздумайте использовать. Вот это волоски. Ребята, токи, которые идут от аккумулятора до инвертора, блин, это не те токи, которые идут, блин, в розетке до лампочки, например. Или вот до этих же лампочек, если мы возьмем, блин, вот эту вот лампочку одну, подключим ее, просто в 220, она у нас будет потреблять, ну, там, полампера, да? Или сколько там? 2,2 ампера. Или нет? 220, да, 2,2 ампера. Но через инвертор, если мы эту лампочку подключаем, у нас вот здесь вот будет потребление в районе 13-14 ампер. Это с одной лампочки. Мы, можно сказать, используем почти 4 таких лампочки. На выходе у нас, соответственно, 4 умножить на 13. Получается бла-бла-бла. 56 ампер, где-то 60, там еще и округлял. Ну, порядка 60, так будем говорить, ампер. То есть, вот у нас аккумулятор 60 ампер в час. То есть, за час, по идее, он должен посадить. Но он посадится раньше. Потому что аккумуляторы, когда мы используем в системе, старенькие. То есть, соответственно, у нас это и ожидается на выходе. Так. Далее. Чтоб у вас этого всего не происходило в вашей системе, используйте оригинальные провода. Там не видно? Вуаля! Догадайтесь, что это. Продается в любом магазине. Эта провода используется в автомобилях для прикуривателя. У меня были они трехметровые. Вот я отрезал. Тут сантиметров 25-30 длины. Сечение 10 квадратов. В силиконе. Силикона, как мы видим, дофигищу. Еще больше, чем проводов. Достаточно хорошая медь. У меня в системе используется такая же, только чуть помягче. И, соответственно, подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Черный к минусу, красный к плюсу. Если у вас, например, провода не помечены, чтобы не спалить вам инвестор, берете, покупаете красную изоленту, например, и синюю изоленту. И вы тогда будете наверняка знать, что вы не перепутали провода и подключаете красный именно к красным, то есть к плюсу, а синий или черный к минусу. Потому что у каждого есть свои, так скажем, заморочки. И каждый может по-своему подключать. Но, не дай боже, вы перепутаете сразу хана-инвертору. Просто меня возмутило там некоторые люди, которые считают, что вообще разницы нет, какие провода подключать. Ну, я напомню. Нагрузка здесь максимальная. Для того, чтобы увидеть разницу, нам нужно использовать максимальную нагрузку, на которую тянет. У этого инвертора, напомню, было 300, пиковая, то есть он поддерживал краковременно, там миллисекунды, 400. Так, ну вот я беру клеммы, плюс, минус, цепляем. Сейчас, секунду. Хренька вылетела. Так, инвертор выключен. Засекаем. Все, ушел. Как видим, время выключения изменилось. И вот обратите внимание, что время меняется, то есть уменьшается осуществление ламп. Ну, для примера, конечно, можно тестером подключить, вам показать напряжение, как проседает здесь, что токи здесь не детские. сейчас подключим параллелочку. так, напряжение 11,85. Включаем. Замечаете, да, проседает как? Нехеряно. Ну, что и требовалось доказать, напомню, 10 квадратов против 0,7. Разница ощутима. У вас, чем провода длиннее, тем, соответственно, сопротивление больше. Соответственно, сделать 10 метров до инвертора провода, да, блин, хоть 20 квадратов, у вас провод начнет нагреваться, соответственно, потери будут по мощности. Но тут не страшно, так как по мощности, она там составляет долю процентов, как температурный эффект. Если вы ставите систему на постоянной основе, представьте, вы включили там освещение, пыры-пыры, пошли куда-нибудь покурить, то же самое, а у вас закурили провода. То есть они у вас начинают плавиться, обуглиться и замыкать между собой. Соответственно, чтобы этого не произошло, желательно провода использовать корочек инверторы и максимальной толщины, которой, в принципе, инвертор рассчитывается. Для 300 ампер вот эти провода 10 квадратов, это вот самое оно. То есть написано, конечно, что они там 200 ампер, но это все слова. На самом деле, 10 квадратов максимум выдержит, ну, 110-120 ампер кратковременно. Ну, 60 они подольше выдержат. Ну, первый раз он пытается подключиться. Ну, когда выключается. Второй раз он просто уходит в защиту, что ошибка на вторичной стороне. Сеть, кто делал там подобные вещи, еще немножко не знает, что, вот как я в предыдущем ролике говорил, инвертор этот тоже немножко доделанный. Напомню, что там проводки тоже менялись. В итоге, перед тем, как я вам показать, проводки вот эти изменились, и проводки изменились вот здесь. Стал он тянуть нормально. То есть сейчас у нас подключено 370 ватт. А, ну, я могу вот 60-ку выкрутить. Вот сейчас у нас подключено 310 ватт. Напомню, инвертор рассчитан на 300. Как видим, напряжение очень быстро проседает. И вот насчет этого будет сейчас второй тест. Я сейчас его до конца садить не буду. Сейчас он вернется. Второй аккумулятор я доставать не буду для второго теста. И он будет в следующем обзоре, чтобы как бы не загромождать вас информацией, а специально для тех людей, именно кто ищет именно по той тематике. Насчет этого ролика всем спасибо, кто смотрел. Будьте внимательней. И смотрите за вашим инвертором. И переделывайте перед тем, как он должен у вас работать в системе стоять. Тем более, если у вас 100% на китаец. Все, всем удачи.